Здарова, геймеры! С вами ДатПи47, и сегодня мы обсудим абсолютно отвратительную ситуацию, которая происходила со мной целый последний месяц. Я прошу прощения, что позволил себе открыть пиво этим вечером, но видео наконец-то готово, и это предисловие, которое я записываю, чтобы многим из вас было понятно, что тут вообще происходит. Речь пойдет о страйках на ютубе, в твиттере и в телеграме, которые происходили как в прошлом году, так и в этом. На почве, Сталкер 2, GC Game World и всей вот этой фигни, которую вы, должно быть, видели в новостях или где бы то ни было еще. У этой темы есть, знаете, вот этот мерзкий политический подтекст, который любят все блогеры, но я, наверное, не буду его каким-то образом трогать, но я должен рассказать вам, насколько мерзким, отвратительным и просто вонючим болотом является сообщество Сталкеров, которое ради этого видео мне пришлось погрузиться по шею, и это было омерзительно. Мы очень долго собирали этот материал, один я бы в любом случае не справился, поэтому буду благодарен за поставить лайк, подпишитесь на канал и также залетите в телеграм... Я, конечно, тоже нечасто протираю с понтографа пыль, но до деда доебусь, он же у тебя прям, блядь, крупным планом в камеру. Знаешь, что я по количеству блюра с объективом тоже нечасто ее вытираю? У него вебка просто, поэтому... Просто бывают моменты, когда у него почетче, я могу разлететь все пакеты из мака на его столе. Ну да. Ну, кстати, возможно, это из-за вот того света, потому что он там софтбокс поставил, он теперь в камеру светит, и камера засвечена, походу. Он, конечно, попытался сделать более мягкий свет по всему, настроить свет, но у него не получилось. Ну, хотя бы не бликует особо. ...по ссылке в описании, где будут все апдейты касательно этой ситуации. Например, если этот видос случайно удалят, поэтому... В конце концов, вы видите блогер, какая разница? Да? Я так чисто в шутку даю, если что, мне насрать. Не забудьте его скачать. Я очень рад, что больше собирать нечего, и в этом видео примерно полная ситуация. Но, знаете, прям пока я записывал это, мне страйк на телегу, короче, пришел от этого человека, поэтому, судя по всему, мне придется видос доделывать после этого. Господи, блин. Чего? Я так не хотел. Наша хронология начинается 8 апреля утром, когда я получил абсолютно пустое письмо от пользователя с ником «ты следующий» и имейлом, загуглив который, я сразу же наткнулся на статьи про страйки ютуб-каналов о XBT и VG Times в прошлом году. Я не придал этому особого значения, не стал это публиковать и просто ждал, что из этого выйдет. Затем, 13 апреля, я просыпаюсь и открываю твиттер, чтобы чекнуть новости, но получаю уведомление, что некто кинул копирайт-страйк за пост с превью стрима за 2021 год. Копирайт на превью стрима, господи. А? Да за шо? В смысле? А, это прям на превью? Да, он же сказал. Да, ну, я же говорю, у меня только один раз в жизни превью удалили за 18+, на втором канале с Энтони Юлай и этим. You lost baby girl. I lost baby girl. I lost baby girl, да, я забыл название этого говна, слава богу. Очередное счастье, да. Это было впервые, когда мне удалил Ютуб превьюшку. Я аж охерел. Не понял, что произошло. Где вскользь была затронута тема сталкера. В заявке было написано, что некий голубничий роман, выдавая себя за доверенное лицо GSC Game World, обвиняет меня в публикации слитых или украденных материалов и ссылается на какие-то статьи лицензионного соглашения с сайта компании. Причем в качестве имейла он указывает мыло с доменом gcgame.ru. Опять же, я решил об этом не сообщать и продолжил заниматься своими делами. И тут, в тот же день, 13 апреля, мне скидывают пост ББ, которому с того же самого имейла Романа Голубничева пришло на ломаном английском письмо с требованием удалить или скрыть все материалы, нарушающие лицензию GSC Game World. Также ютубер Ре2Д проверил папку спама и нашел там точно такое же пустое письмо, как и у меня. Шутка в том, что у него нет ни... Охуенно. Я знаю, что мы смотрим, когда он там уже что-то извинилось и закончилось, но мне просто очень интересно, что сама за ситуация в принципе. Что это было. Ебать, черная метка, пустое письмо. Смотрите, you are the next. Пиздец. Такое ощущение, что это просто чел, который... Я просто предполагаю, пока мы, естественно, узнаем правду. Но такое ощущение, что это чел, который багаюзит YouTube. То есть, такие челы периодически пытаются кидать АП. Они не страйки кидают, они просто кидают АП, чтобы забрать монетизацию из себе с чужих роликов. Типа, там моя музыка используется, там мои кадры используются. Ты к нему заходишь, а он там летсплейщик. У которого не может быть своих кадров в твоем видео. Потому что он, блин, играл максимум в ту же игру, что ты. Но игра ему не принадлежит. Ну, ты что, то потом, типа, прокатила, зашибись, не прокатила, вычеркиваем, да? Обычно такие челы очень много накидывают. И я опровергал это, потом забил хер, потому что нафиг оно надо. И оно само снимается через какое-то время. Оно просто само улетает, потому что челу это заподозривается и раскрывается. И YouTube, походу, все отзывает. Либо чела банят из-за того, что на него все жалуются. Ну, надо жаловаться, да, на такие говнореи. Но мне кажется, это немножко другая ситуация. Возможно, возможно. Ну, тут, понимаешь, те челы представляются, типа, представителями тоже. Музыкальной компанией, например. Или то, что мой контент украли. Типа, не украли, а взяли. И, значит, это, я хочу деньги с него получать. Тут то же самое почти, что, на мой взгляд, пока что... Ну, похоже, просто мне почему-то кажется похожим. Но он страйки именно кидает. Он не просто бабки хочет. А он именно каналы хочет людям позабанить. Это я все просто предположил на будущее. Не воспринимайте это серьезно. Просто размышления. Ради этого мы, собственно говоря, и сидим, и смотрим видео. Ни единого видео, связанного со Сталкером, о чем он и сообщил в своей телеге. Я возмутился, дескать, мне пустое письмо прислали, а ББ прям расписали все. И опубликовал свой скриншот в своем телеграме. Затем ночью с 13 на 14 Ре 2Д, который, опять же, не делал ни единого видоса по Сталкеру и возмущался, какого хрена ему пришло это письмо, получает письма с опровержением. Сначала от Голубничего, а потом от некого Виталия Ковальчука. Вот с этим имейлом. И мы будем к нему еще возвращаться. Затем уже 15 апреля мне тоже прислали большое письмо с предупреждением и словами, что у меня отзывают право на использование лицензии Сталкера. Ну и чтобы прям видно было, что письмо именно... Как это вообще может быть, если люди, которые вставляют кадры игры, это, ну, как бы общественное... Это все, что показывалось. Спасибо, Геллбор, за подписку на Бусти. Ну, типа, с трейлеров. Ну, понятное дело, что... В общем, доступе находится. Понятное дело, что слитое что-то, что у них там украли у разработчиков Сталкера, показывать нельзя. Но я не помню, чтобы Дед или же Бэбэй показывали какие-то кадры слитые со Сталкера. Но от украинской компании сверху было слава Украине на украинском, а снизу на английском. Ну, чтобы закрепить вот этот момент принадлежности именно к GSC Game World. Уже стало ясно, что кто бы ни был злоумышленником, он точечно следит за реакцией блогеров и действует исходя из нее, чтобы поддерживать легенду сотрудника GSC Game World. 14 апреля поступил второй точно такой же страйк в Твиттере на превью старого видоса по какой-то презентации, где был представлен трейлер Сталкер 2. А, это Твиттер, а я думаю, что за Икс? В тот же день Бэбэйу пришел страйк уже на его Твиттер. И вот мы сидели и думали, что... Это же Илон Маск, когда его купил, он уже говорил, что я куплю его и закрою, но он, короче, его купил и переименовал в Экс. Мне нравится, как письма приходят, короче, с уведомлениями на почту, типа, тролливали Экс и в скобочках ранее Твиттер. Сколько лет будут уточнять и в скобочках ранее Твиттер. Страйк уже на его Твиттер. И вот мы сидели и думали, что нам с этим делать. И тут мне в предложку написал один парень, который уже давно... Осуждаю Твиттер. Запрещенная организация в Российской Федерации. ...то занимается этой темой. 10 января он выпустил большую статью на ДТФ с кучей прупов того, что страйками точно не занимается GSC Game World или какие-то ее сотрудники-ренегаты. Можно сказать, что товарищ Луктионов этой статьей запустил цепочку событий, которая привела нас к информации, кто примерно за этим стоит. В комментариях к этой статье появляется некий пользователь с ником Черкаш, который представляется как один из людей, шарящих за DMCA. Комментарий написан 11 января, а также сам пользователь был зарегистрирован. А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал и есть все, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Угу. Комментарий написан 11 января, а также сам пользователь был зарегистрирован 11 января. То есть, велика вероятность, что он зашел на этот сайт исключительно, чтобы писать комментарии под этой статьей. Он был в корне не согласен со многими вещами, утверждал, что все доводы никак не убирают GSC из-под подозрения и так далее. В итоге статья, хоть и получил небольшую огласку, но на этом ситуация закончилась. Из интересного, товарищ Черкаш настолько хотел доказать, что никто левый не может отправить страйк, что начал кидать скрины попыток копирать страйков со своих фейковых ютуб аккаунтов. Это уже было довольно странно, но давайте пойдем дальше. И вот 13 апреля под постом Редва Дека... Чел совсем не палится. Который пишет про странные письма от Голубничева, в комментариях Влад Локтионов скидывает свою статью и говорит, что вряд ли тут замешана GSC. На что моментально получает ответ от пользователя с ником Майк, который кидает скриншот ответов Черкаша на статью с ДТФ от 11 января и подразумевает, что он и есть тот самый Черкаш. Он сделал это потому, что узнал во Владе Локтионове того самого автора статьи. И, соответственно, у них завязался новый спор уже в комментариях. В процессе публичного спора на 60 комментариев Майк кидает два скриншота, представляясь агентом по авторским правам. И, цитата, его домыслы имеют гораздо больше вес, чем домыслы какого-то ноунейма. Я работаю с телегой, ютубом. Оба как ноунеймы выглядят для всех остальных, поэтому как он будет пруфовать то, что он не ноунейм, то, что он там расписал и ДТФ сейчас читает, это всего лишь пиздоборье в интернете, это не пруфы. Блин, это все ни разу не выглядит как попытка очернить разработчиков Сталкера. Ну да, кстати. Блин, который менял никнеймы во время этой беседы, начал очень сильно давить в сторону того, что это действительно сотрудник GSC, который просто шифруется, чтобы компания могла безнаказанно избавляться от тех, кто ей не нравится. Он даже собрал логическую цепочку. AXBT Games, хейтели разработчиков, Vigetimes освещали сливы, поэтому получили страйки. А ДТФ 47 и ББ защищали AXBT. И теперь угроза над ними. На вопрос, почему же Red2D получил письмо, Майк предложил подождать, а потом сам скинул репост того, что Red2D опубликовал письма с опровержением. Причем я запросил у Red2D оригиналы этих писем, и по дате, по времени того, когда они пришли, они примерно сходятся с ночью ранним утром 14 числа. Кульминацией является то, что Майк, или Черкаш, рассказал, что его пост страйкнули ВКонтакте за официальные скриншоты. И скинул скрин вот этого страйка ВКонтакте на свою группу. И вот это было главной ошибкой. И Майк это прекрасно понял, потому что спустя несколько часов он снес всю переписку, удалился из ВКонтактов и скрыл профиль. Благо, Влад... Но интернет помнит все. Конечно. ...все сохранил и переслал мне. Этот страйк был из ВКонтактов и скрыл профиль. Благо, Влад все сохранил и переслал мне. Этот страйк является креугольным камнем понимания того, кто и зачем все это делает. Майк не ожидал, что Влад вобьет ссылку поста из страйка в адресную строку и попадет в группу Че. Абсолютно пустая группа, никаких материалов, вообще ничего. Странно даже думать о том, что злобный голубничий внезапно решил страйкануть именно группу, которая мертва уже несколько лет, и вряд ли когда-то была особо жива. Учитывая, что Майку пришел страйк на эту группу за, по его словам, официальные скриншоты, то он, как минимум, должен в ней состоять. И в подписчиках мы видим одного из админов того самого вестника-сталкера, Даниила Нексуса. Если что, Ленинград Нексус, это тоже один из его фейков. Мы еще вернемся к теме многочисленности этих фейков в принципе. Плюс, по словам Влада, единственный, кто из этих аккаунтов был онлайн в данный момент, это именно Даниил Нексус. А теперь давайте порассуждаем логически. Эта группа не бьется по поиску. Эта группа мертва, в ней не постятся посты. И даже если предположить, что злой голубничий сотрудник GSC Game World решил отомстить лично Даниилу Нексуса в его собственной группе, он мог просто пойти и снести им весь вестник того самого сталкера, где буквально сейчас можно посмотреть слитые фотажи и скриншоты из разных билдов сталкер 2. Я думаю, что вы уже прекрасно догадались, зачем была нужна эта группа и зачем был отправлен этот страйк. А теперь вспомним дату страйка. 8 апреля. Я могу предположить, используя свое оценочное суждение, исходя из всех вещей, которые у нас сейчас есть, что, возможно, данная группа была тестовым полигоном. Использовались все те же данные голубничего, включая номер телефона и все остальное, но в этот раз имейл был другим. Но на этом Майк не остановился. Он также предоставил скриншоты общения с поддержкой, которая ни в какую не хотела его слушать, и была полностью уверена, что к ним обратился настоящий представитель GSC Game World. Ему даже прислали превью документов, предоставленных якобы голубничим. Это две копии паспорта и некая доверенность от GSC Game World на осуществление защиты их прав. Почти можно разглядеть, что она 2021 года, но я не буду здесь все это показывать. Если копнуть... Ну да, могут это... По жопе дать за... Распространение. ...глубже, то в Яндексе сохранилась допотопная копия страницы этой группы от 2022 года, где мы видим, что она называлась Nexus 03, и предлагала услуги по удалению пабликов, дианонам, взломам и даже дудосам за 100 тысяч рублей. В итоге название группы было изменено, а Даниил Нексус взял Nexus 03 как ссылку на свой нынешний профиль. Чтобы вы понимали контекст, Даниил Нексус — это, цитата, «главный по сливам», имеются в виду те самые сливы Stalker 2 в 2023 году, которые происходили в паблике Вестник того самого Сталкера. Главный админ под ником Ник Фрост даже писал, что он сливами заниматься не будет. А вот Нексусу не прикажешь, теперь он злой коп. В любом месте, где говорят про слив Сталкера, вы натыкаетесь на упоминание Нексуса. С ним даже интервью проводили, но об этом позже. Более того, на страничке Даниила Нексуса в конце... Хуя, какая известная личность. ...в такте была огромная надпись REVENGE с точками как название Сталкера, подразумевая, что вот он хочет отомстить GSC Game World. Короче, ясно, чел очень сильно обиделся на компанию и решил сделать так, чтобы все начали думать, что они уж совсем плохие-плохие. Ну, видишь, я эту цепочку с самого начала распутала. Ну да. И вот Влад выложил мне всю эту инфу, я прочитал и заинтересовался, но подумал, что пока что... Потому что он такой, типа, берет по верхам очень известных ютуберов и им накидывает от имени компании. И это сразу выглядит так, как вот, типа, ютуберы примут это за чистую монету и начнут хаять разработчиков Сталкера, получается. И для него профит будет. Это действительно жиденько, и строить на этом какое-то расследование банально глупая затея. И вот 15 апреля в понедельнике я завожу стрим на ютубе, обсуждаю тему страйков и начинаю немного блефовать про то, что знаю, кто все это сделал. И когда вы об этом узнаете, имеется в виду зрителя на том стриме, вы будете смеяться от души над тем, как это иронично, и что это точно не делало GSC Game World. Я не думал, что из этого блефа что-то выйдет, но реакция не заставила себя ждать. Бля, пиздец, да у него, конечно, чат. Скажи 47, поплачь собака 47, какие токсики, блядь. Внезапно среди ночи Майк активизировался, добавил Влада обратно в контакты, начал кидать вырезки с моего стрима и самотошно пытаться разобраться, что я там такое знаю. На вопрос, зачем он удалил всю переписку и скрылся из контактов, Майк ответил что-то типа, ну, я хотел только у себя удалить. Довольно странное объяснение, но, ну ладно. В любом случае... Да-да, особенно когда ты удаляешь в телеге, это ж телега вроде была, и там пишется удалить у себя или удалить у всех. В случае чувак определенно нервничал, но это еще ничего не доказывает. Во всех фон соцсетях. Влад решил подыграть и спросил у Майка ссылку на ВК, чтобы ему что-то скинуть. Майк попросил скинуть скриншот, дескать, ему лень авторизоваться вконтакте. Но в итоге любопытство победило, и он скинул ссылку аккаунта некого Артема Артемова. Открыв страницу, мы сразу же видим, что это очевидный фейк, а в друзьях бинго, Даниил Нексус. А если вбить эту страницу в поиски Яндекса, то ранее имя этого аккаунта... Нельзя просто так создать фейк и не добавить свой основной аккаунт в друзья, да? Походу, да. Да, и, короче, у всех фейков друзья только на другие страницы, короче. Чисто шиз такой. ...каккаунта была Тёма Нексус. То есть, если верить Майку, то ранее имя этого аккаунта было Тёма Нексус. То есть, если верить Майку, то он, загадочный Артем Артемов, пытался оспорить страйк в группе, который не функционирует с 28 февраля 2023 года, и при этом даже не находясь в списке ее участников. Звучит довольно логично. Во время всей переписки за 15 апреля Влад пытается успокоить Майка, говорит, что, возможно, ДТП-47 просто блефуют, вряд ли у него есть какая-то информация. Но Майк напирает, что человек с 300к подписчиков не будет врать. Также в плане... Да-да, конечно. Какой же наивный ребенок. Серьезно. Жесть просто. С таверности мне помогло то, что я действительно вышел на связь с GSC Game World, и комьюнити-менеджер в Дискорде на вопрос, связывался ли я с ними, ответила, что они уже в курсе ситуации. И Майк начал беспокоиться. В тот же момент пустая группа, ну или тестовый полигон, была внезапно запривачена. Какое странное совпадение. И тут мне стало интересно, какую еще реакцию я могу вызвать своими словами на стримах и в Телеграме. 17 апреля в среду я провел еще один стрим, где ничего нового не сказал, но допустил небольшой микро-намек, который практически никто не понял. Меня спрашивали в донатах, был ли это Виталик из XBT, а может быть Соник, на все я отвечал нет. Но потом в последнем донате спросили, а могут ли это быть люди, которые сливали Сталкер 2. Я сказал без комментариев. Это будет важно позже. Днем 18 апреля я получаю очередной страйк от Голубничего на Твиттер. Я запостил это в Телеграме и далее написал пост, в котором дал крайне поверхностную информацию, но в последнем пункте указал, что это один человек из группы людей, который всю эту группу подставляет. Буквально сразу же Майк врывается в ЛС к Владу с этим постом и заявляет, что я говорю провестник того самого Сталкера, ведь они, цитата, группа людей. Влад пытается парировать, говоря, что кто угодно это группа людей, но на это Майк кидает файл МП4 куска стрима, на котором я сказал без комментариев. Чувак прям пересматривал все мои стримы по нескольку раз. Чел просто усрался, что его это вычислили по IP. Да-да-да. Все, бля, пиздец. И они уже спускаются. Мою аферу раскрыли. Его прям очень задел. Задел настолько, что спустя несколько минут этот момент появился у меня в предложке с фразой «Дед, спалил ты уже, что Страйкер это Сливчик Сталкер 2!» Все, информация об этом шейрится. Но я больше нигде не видел этой информации. Я не видел, чтобы она где-то шейрилась. Причем название файла одно и то же. Это буквально Майк на своем ПК... Мне нравится еще в предложке от аккаунта СВО-СВО. Чтобы она где-то шейрилась. Причем название файла одно и то же. Это... Ну да. Что ж он так грязно работает-то? Не, возможно, когда скачиваю... Если скачивать файл с телеги, может название такое же и будет. Но тут очевидно, чел спалился. Это буквально Майк на своем... Он просто на жобу присел. ПК через Альдзет записывал. ПК через Альдзет записывал. Он также говорит, что в комментах... Тоже. Это буквально Майк на своем ПК через Альдзет записывал. Он также говорит, что в комментах к моему посту про группу людей кто-то заметил отсылку на Вестника. Но, честно, чел, я проверил все комменты. Никто, кроме тебя, не заметил. Дальше смешнее, потому что в группе Вестник того самого Сталкера под одним из постов неизвестный пользователь скинул точно тот же самый видеофайл с подписью «Дэдпи спалил то, что вы якобы страйки шлете». И даже получил ответ от Ника Фроста, главного админа. Цитата. Рой, на видео высказано предположение от донатера. Вестник ни к каким страйкам отношения не имеет. А судя по тому, что ты пришел сюда откуда-то извне, так как не подписан на группу, то значит, что зашел какой-то фейк-провокатор. И Ник Фрост полностью прав. Это действительно фейк, причем не просто фейк, а еще один фейк его коллеги Нексуса, потому что... Да что ж такое! Господи, он сам... Все ниточки ведут к Нексусу. Да, интересно, он сам-то помнит количество аккаунтов, которые он создавал фейковые. А он, чтобы это не забывать, у него есть куча, короче, устройств, и в каждом он залогинен с разных аккаунтов. Ему приходится жонглировать телефонами. Ну да. Типа, а что бы нет? Почему бы и нет? Это в последний раз, ради нового фейка, он отжал планшет у своего маленького братика грудного возраста, и тут очень плакал. Чтобы пробивать сохраненную копию в Яндексе, мы видим, что страница в 2022 году называлась «Даниил Нексус». В итоге наши труды не прошли даром, и после одного из моих постов внезапно Бэбэй обнаруживает, что Нексус пропал из контактов Вестника. Там остался один Ник Фрост. Спустя час Нексус снова появляется в списке, но уже почему-то без контактов в виде имейла. Да, у паблика Вестника тоже в это время было странное поведение. В течение 10 минут после моего поста про группу людей Вестник запостил компиляцию страйков на разные соцсети, по сути показывая, что Вестник того самого сталкера тоже является жертвой, как и все остальные. Мы еще разберем этот момент в подробностях. Затем я завел... Подозрение. Прям, знаешь, типа в Дезноте Кира мечется. Да-да-да. Потому что ему уже присел на хвост этот, Эл. Только здесь это Дэд Пи, который не жрет сладкое, а пьет пиво. Я завел себе почту и анонсировал, что именно на эту почту люди могут слать любую информацию, которую они готовы поделиться. Даже анонимно. Это дало свои плоды. Я понял картину немного шире благодаря некоторым людям, но многих объединяла одна черта. Мне указывали пальцем на тех же самых людей, но никто не хотел скидывать скрины или что-то подобное, потому что боялись, что это их выдаст. И из того, что я понял, в сообществе сталкера эта информация не то чтобы суперсекретная. В большинстве своем это касается глав пабликов ВКонтакте. Дело в том, что в январе 2024 года ВКонтакте ввели новую систему купер-райт-страйков. Получив несколько страйков, ты получаешь либо ограничения на публикацию, либо временную блокировку и так далее. Система примерно как на ютубе. И вот что происходит ВКонтакте. С 28 на 29 марта прошла массовая атака с страйками на разные паблики, причем довольно странная. А XBT уже стали постоянными мальчиками для битья в глазах тролля, потому что, как мы узнаем дальше, наш купер-райт-тролль очень любит огласку. А XBT исправно всегда сообщают, что и пришел страйк, и якобы глупый ВКонтакте почему-то слушает плохих же EC Game World и не позволяет все это оспорить. А XBT прилетели страйки на абсолютно все, что хотя бы содержало слово «сталкер» и даже на обзор мода «трусталкер». Второй жертвой оказался некий Кощей, который наполучал страйков на свой паблик в те же даты. Ситуация с Кощаем довольно интересная, ведь их отношения с ником Фростом, главой Вестника, мягко сказать, сложные. Ну, типа, один кричит, что сольет личные данные, другой, что этого хватает для того, чтобы подать в суд. Ну, короче, настолько сложные. В итоге срок страйков подходит к концу, и Кощей снова может делать посты, но уже 9-го числа получает два новых и публикует скриншот всего этого. Ой, погодите, он же прямо в этот момент общался с ником Фростом. В итоге дальше начинается странное. Пост, что пришли страйки, удален. 12-го числа появился пост, что страйков больше не будет, но и этот пост теперь удален. А 14-го числа он выложил пост про некий эксклюзивный репак, я так понимаю, Сталкер 2, для Ника Фроста и его блога Вестник того самого Сталкера. Что все это значит, я не знаю. Что же касается Вестника того самого Сталкера, который реально выкладывает скрины, видео и прочие материалы из сливов Сталкер 2, и который прямо тип, наверное, должен быть целью номер один для злого страйкера, как ни странно, тоже выложил пост, что им прилетели страйки от GSC 29-го марта. Ну и тут я такой типа, блин, ну ладно, и зря я вообще об этом подумал. Однако, во-первых, в отличие от остальных, тут не было никаких скриншотов недавних страйков. А во-вторых, уже 16-го апреля этот пост, что в Телеге, что в ВКонтакте, был волшебным образом удален. Странное совпадение, ведь мой блеф начался 15-го апреля ночью на стриме. Какой смысл возвращаться на несколько недель назад и удалять этот безобидный пост? А теперь мы возвращаемся к посту Вестника, который появился спустя 10 минут после моего поста в Телеге про группу людей. Это компиляция страйков, которые получало сообщество Вестника. Но почему-то мы здесь не видим страйков ВКонтакте от 29-го марта. Тут видны лишь массовые страйки от августа 2023-го, когда GSC реально вычищали все сливы по сталкеру. То же самое со страйками в Телеграме за конец 2023-го. Первая телега Вестника, из того, что я знаю, была снесена благодаря этим страйкам, и они действительно были от представителей GC Game World за реальные купер-айт ситуации со сливами. Но опять же, скрина тех самых страйков от 29-го марта тут нету. Зато есть кое-что интересное. Страйк на канал на Ютубе с имейлом Голубничева на демонстрацию поведения мутантов в Сталкер 2. Вот оно, доказательство того, что Вестник тоже был жертвой этого якобы Голубничева. Однако, если вам удастся найти этот микроканал на Ютубе, то вы увидите, что еще один загруженный в тот же период, а возможно и раньше, футаж из Сталкер 2 с анимациями еды и медикаментов на месте. И никто его не трогает, он не получает никаких страйков. То есть, якобы Голубничий, который знаменит тем, что кидает страйки поступательно и с целью удалить канал, тут каким-то образом нашел этот абсолютно незаметный мертвый канал и решил кинуть всего один страйк, хотя рядом было такое же видео и слитого билда. Кто-то может подумать, что это еще один тестовый полигон, но все это довольно странно, вам не кажется? Но, как я уже говорил, мне в принципе все это вообще странным кажется. Наш забавный тролль любит публичность и, как правило, он ее получает. Ему нравится смотреть, как мир горит, как люди обвиняют в GSC Game World и нарратив продолжается, подкидывая больше поленья в костер. Однако, что же в случаях, когда тот, кто получает страйки, не сообщает об этом? Влад Локсионов внезапно кидает мне комментарии с телеги XBT за 11 апреля. Внезапно наш дорогой Майк влетает в комменты группы и, волнуясь за состояние XBT, спрашивает напрямую Project Manager XBT.com и XBT.games следующее. Извиняюсь за пинг, а что с ВК-группой? Там постов уже часов 10 нету. Вы уходите из ВК или это баг? Дело в том, что действительно, именно за эту дату виден промежуток, где после поста от полудня 11 апреля есть большой пробел вплоть до поста в пол первого ночи 12 апреля. Напоминаю, что с новой системой страйков ВКонтакте из-за них вам могут ограничить возможность сделать посты до определенного срока. Группа ВКонтакте и XBT не отличается большой активностью для такого огромного количества подписчиков. Они просто постят ссылки на новости сайта, а так как ВК не любит ссылки, эти посты не особо попадают в алгоритм рекомендаций. Поэтому среди... Да. Ссылки в постах нельзя указывать. Ну и вообще, в принципе, а что, группа не может не публиковать целый день новостей. Понятное дело, что игр много выходит и прочего, но новости не все интересны. Преднему человеку заметить пробел в постах довольно сложно, и я не видел ни одного комментария, где люди это замечали. Это должен быть прям супер фанат XBT. Мне возникли подозрения, и я написал напрямую Виталику из-за XBT в личку в Телеграме, приходили ли им страйки за пример на эту дату. И к моему великому удивлению, и даже удивлению Виталика, он поспрашивал и скинул мне скриншот того, что ровно 11 апреля их сообщество получило страйк с удалением видео. Никто не мог знать об этом страйке. Он нигде не был опубликован, и даже главный редактор о нем не знал. Как же мило, что Майк заметил... Олег так ждал, а ничего про это не сказали. Всегда говорили, а в этот раз и сказали. Сука! Да как так-то? Да-да-да. Жесть. Что что-то не так, волнует за ребят, пошел спрашивать, что же произошло с группой ВКонтакте. Окей, давайте поговорим про жертв страйков. Он накидал страйков, заволновался, пошел спрашивать. Заволновался, что на его... Заволновался, что его не заметили. Глубничевая и главной, самой громкой жертвой являются XBT Games. Именно тогда мы увидели схему якобы Глубничевая, поступательное ежедневное отправление страйков, чтобы потихоньку снести канал подчистую. Это была громкая история, никто не думал, что это может быть фейк, и общественно признали, что это действительно настоящий сотрудник GC Game World, который якобы с подачки руководства занимается такой вот крысиной деятельностью. А XBT пытались отбиться апелляциями, но YouTube не хотел их принимать. В это время XBT удалось связаться с GC Game World, которые опровергли информацию, что этим занимаются они, но также из доступной информации они не предложили какой-то помощи. Страйки продолжали лететь, и канал был на грани полного удаления. Но в итоге XBT удалось отбиться. Ну, они же не рассчитывают на российский рынок, на который работают указанные ютуберы, а вот они и не хотят с этим всем связываться. Ну, типа, да-да, нет, нет, ответили, до свидания. Очень глупо и очень зря, с учетом того, что их аудитория это в основном СНГ. Ну, понимаешь, они вектор направления выбрали из своей работы. Да, я знаю. Исходя из последних событий, ну, как бы, и все, им только так работать теперь. Что они рассказывают про это? И в итоге администраторы дискорд-каналов говорили, ну, вы понимаете, мы на ютубе не работаем, и поэтому ничего сделать не можем. И сразу после этого нам прилетает третий страйк, который может дать только конкретно администратор ютуб-канала GSC Game World. Я, конечно же, охренел. И я начал изучать информацию, как подавать апелляции. Я подавал на некоторые страйки апелляции несколько раз. Ютуб их заворачивал. Я не мог понять, почему вроде формулировка та же, что и прошлый раз, а он говорит, что на этот раз не принимаю. Приходилось как-то переформулировать. Я написал в юридический отдел ютуба со всеми вот этими переписками и скриншотами. Возможно, именно это в конечном итоге поспособствовало и с нас сняли все страйки. Ютуб работает по странным, но все-таки по законам. То есть GSC Game World отрицали причастность к страйкам, но при этом говорили, что с ютубом они ничего поделать не могут. Однако, возможно, действительно благодаря... Этим перепискам у XBT получилось отбиться. А вот ситуация с VG Times, второй громкой жертвой, которая тоже была на грани удаления канала. Снова голубничий, снова тот же имейл, снова поступательные страйки и отказы в апелляциях от ютуба. В данном случае GSC не только ответила, что это не они, но и посоветовала прикрепить это письмо к повторной апелляции. В результате VG Times пишут, что если бы не эта апелляция, то голубничий действительно удалил бы им канал. Самый печальный пример это Дедушка Эйр, маленький канал по Сталкеру. И если с первыми двумя еще какая-то логика была, в том смысле, что XBT издеваются над Сталкер 2 на регулярной основе, а VG Times вроде якобы постили какие-то сливы, то Дедушка Эйр прослыл защитником GSC в ру-сегменте. Ему тоже прилетел страйк в начале лета от той же почты голубничьего. Эйр сразу же написал на эту почту и получил ответ, что ой, страйк прислали по ошибке. И вот в чем подлость, этот так называемый голубничий реально отозвал тогда страйк. И Дедушка Эйр поверил в то, что это представитель GSC Game World. Но уже 20 октября прилетает новый страйк, в этот раз от некого Виталия Ковальчука. Да, того самого, который вместе с голубничьем писал Ре 2D, что ошибочно отправили ему письмо. Можно считать, что это один и тот же человек, просто два разных имейла. Ковальчук ответил спустя 8 дней и сказал, что это ошибка. И главное, ничего не предпринимайте, мы все исправим. В тот же день приходит еще один страйк. Дедушка Эйр пытался написывать Ковальчуку, что нужно отменить теперь два страйка, но уже 30 октября ему полностью снесли канал. В тот же день ответил Ковальчук и сказал... Охуенно, у меня аж это сердечко ёкнуло. Блин, это жесть вообще. Те самые фразы про 30 октября ему полностью снесли канал. В тот же день ответил Ковальчук и сказал те самые фразы про русский корабль и хорошего русского. Вы, должно быть, помните, во всех новостях было, что GSC Game World желала смерть ютуберу. И только после удаления канала дедушка Эйр 1 ноября решил написать на официальную почту GSC Game World, где в тот же день получил ответ, что это не они и посоветовали прикрепить это письмо в разговорах с ютубом. То есть, по сути, то же самое, что у Виджи Таймс. Но, к сожалению, в отличие от Виджи Таймс, дедушка Эйр довольно наивный. Судя по тому же, что тролль этим воспользовался, затянув ситуацию, кормя Эйра обещаниями, что ситуация решится. Ведь в прошлый раз страйк же сняли. Надеюсь, что он смог хотя бы канал восстановить. Считал, что снимут и в этот. В этом и ошибка. Апелляции надо подавать сразу и сразу же писать официальному представителю, чтобы получить опровержение, которое можно приложить к апелляции. Да, только, к сожалению, иногда официальный представитель по почте, которая указана там, не отвечает. И приходится ждать 90 дней, пока его снимут. И вообще игнорируют. Я так радиотапку писал, причем ни один раз и ни с одной почты. И был не уверен вообще, кто мне кинул страйк. Порнофильмы, радиотапок. Я в итоге переписывал. Сначала просто написал, потому что, ну, не особо формулируя, потому что думал, что порнофильмом пишу. Потом оказалось, что это тапок на свой кавер кинул страйк. Но ответа я так и не получил. Потом он еще один, еще один из своих видосов решил вынести с ютуба. Но в этот раз оно уже было хотя бы с тем, что, типа, у вас 7 дней, удалите видос, иначе будет страйк. Хотя, ну, как бы, ну, хотя бы так, слава богу, ютуб так умеет делать. Но можно было ответить, и я бы все равно эти видосы удалил, и мне было бы, в принципе, пофиг. В общем-то, собственно говоря, я все реакции на радио Тапка с канала удалил. И если вы думаете, а где они, вот и где. Нигде. Они удалены. Нигде, нигде посмотреть. Дедушка Эйр до последнего был уверен, что общается именно с официальным представителем, и вся эта ситуация довольно грустная. Ну ладно, я не знаю, у кого еще, кроме GSC Game World, есть зуб на XBT или дедушку Эйра. Ведь нет никакой связи с ними и вестником того самого Сталкера. Ой, погодите, мне подкинули вот этот фрагмент удаленного видоса XBT, где они говорят про сливы Сталкер 2 весной 2023-го. А тут человек говорит, смотрите, ребят, смотрите, я каждый день буду выкладывать информацию. Вот это женщина, первая женщина в Сталкер, а вот это вот мутанты из Сталкера, а вот это вот взгляд на зону, а вот здесь я готов к интервью, я готов пойти. игромания, возьмете у меня интервью, все, побежал давать интервью, а вы знаете, игра готова на 25%. И, кстати, в PC-геймере был опубликован превью-материал, они там опубликовали скриншоты, но это не настоящие скриншоты, это отредактированные скриншоты. Вот у меня есть оригиналы этих скриншотов, смотрите, смотрите, ну ты смотришь, было, стало, и там круто, и здесь хорошо, до чего ты докопался. В общем, вестник того самого Сталкера ведет себя как типичная истеричная брошенка, если не сказать сучка. Ну вы знаете, ситуацию, когда внезапно осознаешь, что живешь с какой-то конченной истеричкой, показываешь ей на дверь, а она продолжает ломиться и говорит, ну прости меня, пожалуйста, я многое поняла, ну ты дурак, ну все равно, ну давай помиримся. Все, отношения разорваны, куда ты ломишься, зачем так унижаться. Вам повезло, в данном случае вы являетесь представителями сообщества вот этого вестника, того самого Сталкера. повезло стать обладателями такого материала. Как вы этим материалом распорядились жалкое вымогательство? Верните меня, пожалуйста, в группу в Дискордах. Вот это, кстати, самое забавное, да, там, давайте уберем политику из игр, давайте будем уважать пользователей из России и Беларуси. Такие вот вроде бы красивые заявления, можно даже сказать где-то правильные. Блядь, убийца пива. Видите, что происходит? Пиво убивает. И между вот этих заявлений, так вот, направленных на интересы пользователей, заявления о том, что разбанить в Дискорде. Блин, я надеюсь, что Нексус не сильно обиделся, что XBT поиздевались над его интервью. Но вообще да, ребята известника очень любят ходить на интервью, причем даже с XBT в итоге записали. Правда, Виталий уже долгое время его не выкладывает. Интересно, почему. С дедушкой Иером все довольно понятно. Чувак противопоставлял себя всему сообществу, топил за ждал Сталкер 2 и многие его недолюбливали, что было взаимно с его стороны. Вот допустим пост Ника Фроста после удаления канала дедушки Эйра. В этом сообщении он смеется с того, что Эйру удалили канал и как бы невзначай упомянул, что Эйр плохо отзывался о Вестнике, да и вообще общался с плохими людьми. Интересная фраза здесь «Пусть кореша твои тебе канал сносят, раз на меня гонишь». Блин, звучит так, будто Ник Фрост мог бы как-то помочь Эйру, если бы он на него то, что это все естественное очищение каналов в глазах GC Game World. Да и вообще, Эйр вполне возможно использовал нейросети и фотошоп, чтобы подредактировать письма и захайпить свой маленький канал. Окей, единственное... Да-да, так захайпил, что у него канал снесли. Нахайпился. Интересная, где я не нашел никакого значимого мотива, это Виджетаймс, но Виджетаймс предстоит позже сыграть намного более важную роль в нашем повествовании. Хотя кое-что есть и сейчас. 5 июня 2023 года Виджетаймс опубликовали статью о сливах сталкеров, которые подразумевали, что Вестник на самом деле ничего особо и не делал, все и так было доступно, а все эти сливы либо являются пиар-компанией сталкер 2, либо просто халатностью. Также они говорят, что сливы лишь добавляют токсичности в комьюнити и еще больше разделяют игроков из студии GC Game World. Но этого все равно довольно мало. Как мне кажется, Виджетаймс были выбраны целью, потому что их ютуб-канал уже долгое время неактивен, и страйки по и так мертвому каналу нанесли бы наименьший ущерб, но при этом Виджетаймс, будучи новостным сайтом, точно вынесла бы эту проблему в публичное поле, что и в итоге произошло. Теперь перейдем к другим местам, а именно к моддерскому комьюнити сталкера. Осенью 2023 года атаки нашего друга подверглись многие моддеры в Steam-воркшопе. Жертв было много на протяжении нескольких месяцев, ребятам сносили моды направо и налево. Ко мне обратился Nuclear Ghost, который был одной из жертв и скинул мне все материалы. Во-первых, по его наблюдениям наш злоумышленник и дал DMCA клеймы исключительно тем, у кого в профиле Steam значок российского флага. Во-вторых, массовые страйки пришли якобы от GC Game World в огромном количестве с подписью имейла antipiracyprotection.ru Да, мы проверили gcgame.ru, с которого приходили страйки на Twitter и antipiracyprotection.ru и эти почты сделаны на Яндексе, там услуга есть красивый имейл сделать. В DMCA страйке Голубничий утверждал, что конкретно Nuclear Ghost с помощью обратного инженерия... Господи, сколько он сил и денег тратил на это. Челу прям песец как не мется. Ну или челам. Ну, я все-таки прихожу к выводу, что там все-таки не один человек. Ну, в основном один чел, но и парочка подсосов у него точно была. Которые, это, ну, те самые специально обученные обезьяны. вытащил что-то из игры, и это нелегально. Парень пытался отбиться от страйка, но помощь пришла откуда не ждали. Ситуация дошла до GSC Game World. В World студия обратилась в страйка, но помощь пришла откуда не ждали. Ситуация дошла до GSC Game World. Студия обратилась в Steam, и уже спустя пару дней все претензии были сняты, причем вообще со всех моддеров, которые подверглись атаке за это время. Ну, потому что GSC Game World написали, типа, мы ничего никому не предъявляли и никаких жалоб не кидали. Вся эта херня фейки, ну, типа, грубо говоря, естественно, и пруфанули своими документами, что это действительно они. А тем челам, ну что, пыльца соснуть осталось только, потому что их потуги стали абсолютно бесполезны. Поэтому оно все и от этого хорошо хотя бы, что они не это, не заигнорили. Все было восстановлено и ситуация закрыта. Но если покопаться в комментариях на страницах этих жертв, то можно заметить уже знакомую аватарку с улыбкой. И опять же, публично никто не знал о страйке, но наш человечек решил поинтересоваться, куда же делся его любимый мод по сталкеру? А услышав заветные слова про страйк, он сразу же кричит, что нужно залить скриншот со страйками на имгур, что это надо форсить, можно даже к прессе обратиться. А XBT, например, ведь он знает, что XBT всегда публикует все, что связано со страйками GSC. Ну ладно, тут просто аватарка совпала, ничего такого. Правда, благодаря цитированию в стиме во время переписки за 2018 год отопало, ничего такого. Правда, благодаря цитированию в стиме во время переписки за 2018 год отображается его старый никнейм. Даня, остальное пока что не важное. Так что, теперь у нас и аватарка... N начинается, S заканчивается, да? Да, да. ...парка и имя совпадают. Следующим будет страйк... Да, нужно подставить два слова, очень неправильные, ну да ладно. ...9 января 2024 года на гитхаб проекта OpenXRay. Создатель проекта сделал пост, в котором сказал, что думает, что это тот же самый тролль и будет пытаться связаться с GSC Game World. В тот же день, 9 января, GSC ответили ему в твиттере и сказали, что ничего такого не делали и попытаются разобраться. Я узнал об этой ситуации с поста XBT от той же даты, где они говорят, что плохая GSC щемит OpenXRay. Дескать, создатель движка отметил, что был готов к атаке GSC. Я так и не понял, где он об этом писал, но да ладно, читаем дальше. GSC утверждает, что это не она, но делать ничего не собирается. Впрочем, ничего необычного. Подлость, вторая натура. Уже на следующий день, 10 января, создатель OpenXRay сообщил, что страйки с него сняли и поблагодарил GSC. 11 января появляется Ясно у них в тот момент было SPGS в другую сторону. Они думали, что GSC хотят банить, но не хотят себя очернять. Поэтому типа вот так вот это. Раз их спалили, они такие, не-не-не, это не мы и все сразу отозвалось. Так понимаю, что это просто теория Виталика, который рассчитывал на скандал, а ситуация завершилась меньше, чем за сутки и теперь он со своими высказываниями про подлый GSC выглядел немного глупо. Но здесь есть что-то более интересное. Читаем. Полгода назад на гитхаб забанили другой мод Stalker 2 UE. Сравните два заявления со стороны GSC. Они идентичны. Автор мода Stalker 2 UE тоже связался с GSC и они ему ответили, что страйк не снимут, потому что мод базируется на другом движке и прочее бла-бла. То есть подтвердили, что это они отправили страйк. Окей, два заявления действительно идентичны. Шутка в том, что даже если мы поверим, что первая заявка отправлялась самой GSC, то учитывая, что заявление лежит в открытом доступе, злоумышленник мог просто все это скопировать и отправить заявку уже на OpenXRay. И мы почитали обе заявки и обнаружили, что злоумышленник довольно тупой на самом деле. Окей, прошло. Новогодняя заявка на Stalker 2 UE отправлялась от имени представителя Antipiracy Protection и в конце подписывалась тем же представителем Antipiracy Protection. Заявка же на OpenXRay начинается от имени представителя Antipiracy Protection, использует тот же самый текст один в один, но в конце подписана представителем GSC Game World. А дело в том, что наш злоумышленник никак не мог достать данные работника Antipiracy Protection, ведь они запривачены в публичном доступе. И поэтому вход пошел, как обычно, судя по всему, голубничий. Пока мы с Владом во всем разбирались, происходили странные вещи. Nexus снова пропал из админского состава, но в этот раз с концами. На его странице пропала надпись Revenge и также пропала преднадлежность к сообществу Вестника. Параллельно Майк или Nexus, как вам больше нравится, скорее всего, понял, что Влад передает информацию мне о том, что за всем этим стоят iXBT. Ведь только им это выгодно, и они в конечном итоге залутали полляма донатов на стриме после победы над страйками. Короче, начал нести ну полнейший бред. К этому моменту я уже получил официальный ответ на почту, что GSC Game World не кидали мне страйки на твиттер. Одновременно с этим мы общались с их DMCA отделом, который впервые был вынужден общаться с твиттером, что оказалось довольно сложно, и твиттер отвечает раз в неделю. И тут, внезапно, все страйки с меня и ББ волшебным образом сняли. Причем это... этот... этот человек, я бы мог подобрать другое слово, но не буду, кинул мне 6 страйков, а в твиттере нужно именно 6 страйков для полного бана аккаунта. Просто к тому времени мне успели прийти всего 3. Мы спросили GSC и получили ответ, что... Хитрая крыса. Прят ли это благодаря ним. Судя по всему, наш злоумышленник решил замять следы и снял все страйки самостоятельно. Более того, если вы попробуете отправить письмо на скандально известную почту Голубничева, то получите ответ, что почта более не функционирует. Даже аватарка с никнеймом пропала. И тут мы с Владом поняли, что мы в эндгейме. Теперь давайте перейдем к документам, которые нужны для страйков. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу показать эти документы в видео, но так или иначе, благодаря Nuclear Ghost мы проверили фотки паспорта из заявки в Steam Workshop и они сошлись с теми, которые отправлялись в группе Че. Выглядит довольно фальшиво, но это уже не мне судить. Также мы нашли в 2003-го года и нашлась она на сайте Скрипт, а залил ее некий Флови. А кто бы это мог быть? Что вы понимали, рандомный человек в нормальных соцсетях просто так не может отправить страйк на геймплей игры, трейлеры или просто превьюшку без прям серьезных документов от самой компании. И, конечно же, подтверждение личности. И вот тут мы возвращаемся в лето 2022-го года, когда произошел громкий слив личных данных сотрудников GSC Game World. Им хвастались разные блогеры по Сталкеру. В частности, вот после... ...откуда он взял информацию и данные. То есть он... По факту он занимался воровством личности. Ну да. В лагере Бесницкого, где он говорит, что заполучил полную базу всех сотрудников GSC Game World. Затем пост от Антишнапса, где он говорит, что ему слили паспортные данные кучи сотрудников GSC и ниже прилагает примеры. В комментариях у Бесницкого появляется до боли знакомое лицо Майка, который угорает над сотрудниками GSC, которые волнуются о сливах. А вот скриншот из телеги Бесницкого от сентября 2022-го года, где Майк советует ему удалить какой-то пост, судя по комментариям с личной информацией сотрудника. Посыл Майка в том, что этими данными лучше займутся хакеры. 28 февраля 2023-го года, накануне сливов, группа Nexus 03 капитально чистится и становится той самой пустой группой Че. А Nexus заходит в состав админов Вестника, забрав имя Nexus 03 себе. И уже 11 марта 2023-го года мы видим тот самый пост с требованием к GSC Game World в паблике Вестника. Но что же было с Даниилом Нексусом раньше? Ну, под его именем как минимум постились записи в группе Антишнапса, если вбить их обоих в поиски Яндекса. Это продолжалось вплоть до 13 февраля 2023-го, где пост в группе Антишнапса с подписью Nexus опубликовал сборку слитой информации. Причем, что смешно, помните вот этот фейк Nexus'а, который кидал клип с моего стрима? Неделю назад он его переименовал и сменил аватарку. И именно войдя в этот фейк под тем постом в феврале он спорил с комментаторами, которые осуждали сливы или были чем-то недовольны. С Антишнапсом в принципе довольно интересная ситуация. У него было интервью с Даниилом Нексусом в марте 2023-го года, сразу после анонса сливов уже непосредственно Сталкер 2. Мы хотели его посмотреть, но это видео почему-то было удалено. Далее была уже совсем подозрительная ситуация, с которой мы ржали с пацанами в Дискорде. Я просто поражаюсь с того, какой чел странный. Песец просто. Столько действий ради ничего. И он такой умный, но одновременно тупой. Да. Дело в том, что был такой канал Таггит-22, который снесли страйками, хотя непонятно, кто это сделал. Таггит-22 решил написать на почту Ковальчука, рассказав историю того, что ему удалили канал. В ответ на что получил следующее письмо. В этом письме якобы Ковальчук крайне озабочен ситуацией Таггита и говорит, что страйки будут моментально сняты, если он запишет видео на канал или кружок в телеге со словами о любви к определенной стране и о том, что определенная территория принадлежит этой стране. Дальше начинается цирк. С Таггитом связывается Антишнапс и говорит, что письма с этой почты отправляет Даниил Нексус. Это, кстати, было еще в ноябре. Все было буквально на поверхности. Со слов Таггита в его видосе, о котором мы еще поговорим, Антишнапс прям настаивал, что это именно Даниил Нексус кидал страйки ютуберам. И он продолжал на этом настаивать, пока Таггит не выложил пост в телеге, где призвал к ответу Даниила Нексуса и вестник того самого сталкера. И не сказал, что делает огромный ролик про эту ситуацию. А в качестве источника он заявил, что за всеми вопросами обращайтесь к Антишнапсу. И судя по всему, кто-то обратился, ведь Антишнапс моментально переобулся и заявил, что это якобы ложью. Он пытался каким-то образом утешить Таггита, которому снесли канал. И также начал крайне агрессив... Что, блядь? Что за херня? Что за херня? Просто нахрена ты вообще это говорил? В смысле утешить? Байтил на то, что тот начал, типа, все раскручивать, а когда его самого упомянули, такой, воу-воу-воу-воу! Это не то, что вы подумали. Я тут вообще не участвую. Капец. ...кассивно высказываться в его адрес голосовыми сообщениями в телеге. В свою очередь, Таггит записал на новом канале видео, в котором обвинил Антишнапса в дезинформации, сказав, что тот беспочвенно обвинил Даниила Нексуса и тем самым чуть не подставил Таггита, который все это время готовил уничтожительный ролик. То, что слава Антишнапс обвинил в том, что якобы те или иные люди кидали страйки блогерам по определенным причинам. Заявил, что Данила Нексус кидал страйки другим блогерам. Довольно забавная ситуация, не находите? Я бы вставил все эти фрагменты, но вам придется найти их самим и посмотреть этот ролик с 17 по 23 минуту. Ведь, во-первых, там очень много мата, а во-вторых, Таггит вставил на фон эту дурацкую закупераченную музыку из сериала «Слово пацана» и я моментально получу DMCA-клейм на это видео. Ясно, понятно. Придумал историю, чтобы тебя успокоить. Начинаешь тут. Я же потом с тобой нормально разговаривал, я тебе сказал, что я вообще ничего не знаю. Это мои предположения. Ой, пи***ц, куда ты меня втянул? Связан ли антиш? Господи, вот недовижу таких людей. Сначала брякают, а потом такие «А, куда ты меня втянул? Ну я же это предполагаю». Так ты, блядь, и говори, что ты предполагаешь. А то он, судя по всему... Он настаивал и думал, что Таггит все шишки на себя примет. А он, да, ни хрена не предполагал. Антишнапс как-то с Вестником. Ну, как минимум, они в баре с Ником Фростом сидели, но вряд ли это важно. Короче, ну, как минимум, они в баре с Ником Фростом сидели, но вряд ли это важно. Короче, антишнапс, я не знаю, смотришь ли это видео, зачем ты такое про Данил Нексуса говорил? Ну, не красиво с твоей стороны, он же ни при чем, верно? Если так подумать, то следы Нексуса, Флавио, Майка, ну или называйте, как его хотите, видны везде, где были эти странные страйки. Вот, например, Флавио в Дискорде, и мы подтвердили, что это именно он, через ссылку на Ютуб канал в профиле и прошлые никнеймы, но я не хочу полить это в видосе. В общем, во времена страйков на XBT он призывает представителей GSC не снимать эти страйки по политическим соображениям, а именно то, что они называли войну СВО и ходили к Стасу, и как просто. Вообще, он довольно большой любитель сидеть в Дискорде GSC и писать вещи вроде того, чтобы разработчики вырезали не только озвучку, но и русские субтитры из игры. Это сообщение из марта 2023 года довольно забавно смотрится рядом с постом Вестника несколькими днями ранее, где... Очень странный парень, очень странный парень. Я не понимаю, у него какая-то биполяр-очка. Его мотает туда-сюда. Мне кажется, он на разжигании межнациональной розни занимается еще. Ну да. То его одни обидели, то его другие обидели. Так вот, вы еще раз подумайте, когда вас байтят в соцсетях на ненависть в той или иной стране, а вот такие вот красавчики не делают ли это? А вы что-нибудь брякнете даже без задней мысли? Ваши слова перевернут, и потом вы будете крайним. Угу. 2023 года довольно забавно смотрится рядом с постом Вестника несколькими днями ранее, где говорится, что их миссия вернуть взаимопонимание между GSC и руссообществом и в идеале вернуть еще и русскую озвучку. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что Nexus либо работал здесь на два фронта, либо, что намного более вероятно, помогал создать неприглядную картину отношения к ру-комьюнити в Дискорде GSC. Но вернемся в настоящее время. Nexus преследует меня повсюду, смотрит каждый мой стрим и уже месяц сидит и трясется. Во-первых, я сообщил на стриме еще где-то 15 или 17 числа, что мы с GSC Game World готовим некие документы, чтобы страйков больше не было. Это был полублев, но я действительно рассчитывал на подобное решение. Это, не на шутку, испугало Nexus'а. И он побежал спрашивать в Дискорде GSC, где получил ответ от комьюнити-менеджера, что они ничего об этом не знают. И тут он расслабился, написал Владу, скинул скрины своего вопроса и заявил, что Дэдпи-47 наврал. Чтобы закрепить этот момент, он... Начал писать об этом мне на всех стримах в чате, требуя прокомментировать это. И вот на стриме Майнкрафта 5 мая на Твиче он спамил этим в чат с аккаунта Котикс. Я задолбался и молча его забанил. Он вернулся с нового аккаунта с тем же ником, но поменял Z в конце на S и спамил то же самое. И тут я сказал, что чел может попуститься, что он расслабился и подшучивал над ним где-то половину минуты. И вот этим я его поймал. Он не успел записать тот момент, а я не опубликовал стрим. И теперь он снова трясется, ведь хочет проанализировать все, что я сказал. Вдруг... Господи, у чела там, наверное, просто максимально сжалось очко. Интересно. А нет, издевается. Там было что-то важное. Nexus пишет мне со своего фейка, да, того самого фейка, который он использовал уже много раз и, притворяясь моим фанатам, просит опубликовать стрим, предлагая мне 100 рублей и отправляет эти 100 рублей на следующий... 100 рублей, которые я дам вам послушать. И он... Господи, он мало того, что издевался над этим челом, ну, в плане не того, что буллингом занимался каким-то, а просто... байтил его, да, всякой фигнёй, которую, типа, типа, он разберётся и чел такой уже паниковать начал, что всё, всем его схемам пизда. Мало того, что дед этим веселился, так он ещё и это, как-то вот, донаты с него вот так начал. Ну, пригодал 100 рублей вернуть, он не захотел. Да, причём да, он не просил у него их. Он, кстати, от того же никнейма. Слушать очень больно, но потерпите, это важно. Нет, короче, хочу тебе выразить огромный респект за то, что ты такой охеренный, базин. Именно по этой причине у нас в беседе, которая у нас есть в ВКонтакте, разговоры у Куллера голосовые и запрещены, чтобы не слышать вот такого. ...зированный стример. Хоть ты, конечно, и русофоб, но это не важно. Возможно, это даже хорошо. Я не знаю. Короче, огромное моё тебе уважение и респект. Ты там игры даришь, когда у тебя интеграция. Вот мне сейчас чел написал, сказал, что ты деньги можешь за донат вернуть. пля, ну, я за это огромное уважение какое-то. Ну, позже, задумайся о том, чтобы выложить стример. вам посибочки. Линсай Сан, спасибо за подписку на Бусти. Саня, предлагаю 100 рублей, чтобы коты стримили вместо тебя. Боюсь, у них лапки и это невозможно. Если бы так можно было, я бы уже посадил готов стримить. Они потому что гораздо более харизматичные и симпатичные, нежели мы. Они будут себе жопу вылизывать, а вы будете умиляясь на это смотреть и донатить еще вдобавок. чем на творожки и крабовые палочки. Поже, задумайся о том, чтобы выложить стрим по Майнкрафту. Все было ради этого, чтобы сказать пожалуйста, понимаешь, еще мне очень нравятся вот эти вот люди. Ты слышишь, как он говорит? Ну, Поже, задумайся. Нет. Это огромное уважение какое-то. Ну, Поже, задумайся. Поже! Поже. Поже! Буквы плавные! Что ты делаешь с экономленными секундами, которые ты не сказал пожалуйста? Можно было просто гораздо быстрее говорить, а не растекаться по мысли и так вяло разговаривать. Можно было быстренько проговорить, что ты хочешь сказать и быстро сказать всю информацию. А то Поже! Пиздец обленились! Знаешь, просто это звучит даже это не как голосовой дана звучит, да, когда чел, короче, посылает дана, озвучил какие-то свои мысли, признательные странировали, а как принял на грудь вечерочку. Другоносом голосовую записываешь, немножко по душам поговорить, хат-пуч, понька. хотя, блядь, я тоже уже эту хуйню подхватил и вместо понял иногда говорю пон. Ёбаная дерьмо. Что я делаю с экономленными секундами? Нихуя! Проебаю! Я называю это платные буквы. о том, чтобы выложить стрим по Майнкрафту. Просто, бля, лично для меня не могу говорить за весь чат, но я думаю, что они имеют примерно похожие чувства. Я вот играю в Майнкрафт хер знает как давно. Я думаю, хотя по моему голосу понятно, что я школьник, но это не важно. Ну и то, что ты про свои чувства тебе я уже сказал в начале. Зашел туда, это для меня реально какой-то исторический момент, это что-то невообразимое. Ну, бля, ладно, это звучит так, как будто я записал это, чтобы еще раз попросить тебя выложить стрим. Бля, короче, мое уважение к тебе, респект и все. Я полностью это проигнорировал. Через пару часов все сообщения с фейка Нексуса в нашем диалоге были удалены. И тут произошло нечто невообразимое. Мне написал мой модератор с Твича и скинул апелляцию от одного из двух забаненных аккаунтов. Сейчас я вам ее прочитаю. Если это не он читает это, пожалуйста, передайте ему это. Мне не нужна разблокировка. Я вижу, ты копаешь глубже, глубже, глубже. Слушай, я вижу, ты большой шишкой и нам обоим не нужны проблемы. У меня есть предложение для таких людей, как вы. Напишите мне плюс в любой из ваших известных контактов. Думаю, вопрос решаем, учитывая, что я сделал первый шаг доброй воли. Не знаю, заметили вы это или нет. Спасибо. Это шаг доброй воли, это как угрозы выглядит. А в каком месте это просьба к апелляции, ну, типа, просьба, чтобы его разбанили? Это не выглядит как, простите, пожалуйста, я ошибся, я был неправ, извините, и хочу разбаниться. Это выглядит как, да мне насрать, тебе похуй, сам мне напиши и разбань меня, пожалуйста. Не, понимаешь, я не очень понимаю вообще. Вот это вот фраза, я вижу, ты большой шишки, нам обоими нужны проблемы, у меня есть предложение для таких людей, это звучит как завуалированное предложение слэш-угроза. В плане того, что, типа, если ты согласишься, ты такой весь из себя, то классно, у меня есть чем тебя заманить, а если нет, ну, типа, но не советую, не советую отвечать мне, нет, нам не нужны проблемы. Не переходи мне дорогу, да, вот это вот. Срешаем, учитывая, что я сделал первый шаг доброй воли, не знаю, заметили вы это или нет, спасибо. Опять же, Нексуса подвело то, что он везде использует одни и те же никнеймы, и все легко связать воедино. Один из самых простых вариантов, а их много, это чекнуть то, как Майк пересылал Владу переписку с руководством Веджетаймс. Он скинул скрины, а затем скопировал и кидал все это текстом. Свой никнейм в переписке он удалил, но этот гений забыл удалить его в ответах своей собеседницы, и... Да, это ник Котик ЗВ. И пользователь был зарегистрирован 18 апреля, соответственно, когда все уже закрутилось. И мне интересно, какие такие проблемы нам обоим не нужны, Нексус? Ну а касательно шага доброй воли, он, скорее всего, имеет в виду снятые страйки в Твиттере. Фраза про заметили или нет связана с тем, что я не... который так анонился, так анонился, что сидел с официальной почты своей... официального аккаунта своей музыкальной группы на сайтах, короче, с ЛГБТ-тематикой. Скорее всего, имеет в виду снятые страйки в Твиттере. Фраза про заметили или нет связана с тем, что я нигде не публиковал, что у меня сняли страйки, а, соответственно, он не знал, заметил ли я. И это самое... Он, скорее всего, имеет в виду снятые страйки в Твиттере. Фраза про заметили или нет связана с тем, что я нигде не публиковал, что у меня сняли страйки, Соответственно, он не знал, заметил ли я. И это самое близкое к настоящему признанию Нексуса, что я мог бы даже в теории получить. Так что большое ему спасибо. В итоге, большую часть времени именно он своими действиями давал нам направление, в котором стоит копать. Я уже не говорю про этот никнейм в донатах, который привел нас к его забавным друзьям. Лично я, если говорить серьезно, чисто мое оценочное суждение, могу сказать, что это выглядит так, как будто бы Нексус был лишь глупым, но полезным инструментом в руках кучи людей, которым инфоповоды по сталкеру были крайне выгодны. Я, если честно, вначале действительно горел этим видосом, но после меня все это лишь утомляло. Мне убрали страйки, и по сути я думал, что, возможно, стоит спустить все это на тормозах, успокоиться и заниматься своей деятельностью дальше. Но мало того, что Нексус постоянно маячил на радаре и мониторил все, что я делаю, так еще и есть вот эта последняя мерзкая история. Мы возвращаемся к Виджи Таймс. Информация предоставлена из нескольких источников лицами, пожелавшими остаться анонимными. Виджи Таймс буквально недавно получили страйки на свой канал с шортсами без какого-либо повода. Снова голубничий, снова ломанный английский, снова поступательные страйки с целью удаления канала. Об этом особо никто не знает, потому что сами Виджи Таймс расценили, что это черный пиар, и решили ничего об этом нигде не публиковать и не рассказывать, что было крайне правильным решением. Ведь этот случай отличается от остальных. Они отправили первые апелляции, которые Ютуб, как обычно, забраковал. Канал был на грани удаления, и тут он написал сам голубничий все с того же имейла. Я не буду говорить, откуда у меня скриншоты этого письма, я замажу личные данные из уважения к Виджи Таймс, но главное здесь то, что якобы голубничий потребовал деньги в размере 500 с лишним долларов за якобы нарушение авторских прав. И даже предоставить... Нихуя себе, блядь! А не много ли тебе, это... личик-то не лопнет? Это шантаж уже. Конечно. Потому что за нарушение авторских прав деньги могут получить люди только по решению суда. Не, понятное дело, что в этом... в договорном порядке стороны могут примириться, в досудебном порядке точнее. Но опять же, сначала должен начаться суд. А не просто вот это. Я то... Я сниму страйк, ты это, бабки мне дай. Это реально похоже на мошенничество больше. Ставил номер украинского счета. Ну да. Понятное дело, что он не настолько тупой, чтобы указывать свой реальный счет вместо, ну, например, криптокошелька. И тем более, вряд ли он бы так рисковал ради 500 с лишним долларов. Очевидно, что нашему дорогому другу захотелось создать новый инфоповод. Представьте эти заголовки видосов и статей. GSC Game World шантажирует ютуберов. Деньги или страйк? Ну или как-то так. Но Виджетаймс поступили крайне умно. Они просто взяли это письмо, кинули в гугл, кинули ютубы, и все страйки с них были сняты. А канал... ...жив до сих пор. Мне безумно стыдно сейчас перед Виджетаймс, что я без их позволения рассказал о ситуации. Но это уже край лично для меня, если честно. Зная обо всем этом, я понял, что о таких вещах молчать банально нельзя. Ну и да, Нексус, довольно странно, что ты хотел, чтобы я тебя пинганул, но при этом в тот же день закрыл все свои профили. Тебе же банально просто сообщение уже нельзя в ЛС отправить. Челок. О, да, эти гении, которые такие напиши мне или еще что-то, или сами тебе пишут, ждут ответа, но у них закрыта личка, и им писать нельзя. Есть у нас один такой гусь? Гениальный. Да. Но ему можно сказать, и он откроет. А есть те, кто такие, написали, Ква-Ква, Пукс Рейнг, что-то там повозмущались, или еще что-нибудь, или вообще агрессивные? Ты им ответить не можешь. Ну, я закрыла личку, ты помнишь прекрасно, почему. Да? Из-за внезапных видео с дикпиками, предложений перепихнуться за шашлычок. Мне как-то эти предложения показались незаманчивыми, и я решила закрыть личку. Как ты не заманчиваешь, за шашлычок же. Ну, за шашлычок же. Да-да. Кого ты прячешься? И вот вы, должно быть, думали, что это конец, что на этом видео заканчивается, но не тут-то было. Дело в том, что перед публикацией я решил тряхнуть стариной и выложить пост с анонсом скорого видоса. Абсолютно безобидный пост, который был предназначен для всего одного человека. Через некоторое время одновременно происходят два события. В комментариях к посту появляется черкаш, который снова кидает тот самый видос под тем же самым названием и кричит, что все уже и так все знают, но его проигнорировали. Но также в этот момент я получаю копирайт-страйк на пост в Телеграме. Причем страйк не от голубничего, а от неизвестного сайта, который мертв, и почты, по которой мы наткнулись вот на эту группу ВКонтакте музыкального лейбла. Группа мертва с весны 2023 года, и я не совсем понимал, в чем тут связь. Я никогда не постил музыкальное видео в принципе. Но потом агент Кэм нашел удаленный по копирайту пост, и это был маленький отрезок трейлера в Сталкер 2, где звучала музыка на гитаре. И, судя по всему, данный лейбл якобы писал эту музыку. Я не смог дописаться до админа, и решил поспрашивать всех музыкантов, работавших с этим лейблом, но безрезультатно. Я подумал, что это висяк. И тут без объявления войны ко мне на почту вламывается тот самый почему-то снова активный мейл голубничего, только в этот раз почему-то через Яндекс. На английском он, во-первых, берет на себя ответственность за страйки в Твиттере, а затем за их снятие, и говорит, что он недоволен, что я продолжал его провоцировать. Он даже дату снятия страйка провоцировать продолжал. Какой я тебя разочарую. Там у этих женщин, неодобряемых в России, яички из трусов вываливаются обычно. Указал типа 18. Это женщины. То есть... 18 число все сходится. Его провоцировать. Он даже дату снятия страйков указал типа 18 число все сходится. Он предлагает решить ситуацию мирно, заткнуться и забыть про все, что произошло, и тогда мы будем квиты. Он снимет страйки. Ты глянь, как он хочет это. Подсирай GC Game World. Если еще что-то пойдет в мою сторону, то одно сообщение ему, и все снимут. И в подтверждение он сам кидает скрин копирайт страйка, который он отправлял телеграмму в тот же день на меня. Я очень рад, что он сам признался, что стоит за этим. В общем, спасибо за предложение. Мне всегда не хватало именно такого прекрасного друга, который не гнушается шантажом, вымогательством, сливами личных данных и так далее, но я, пожалуй, откажусь. Типа, чувак предлагает забыть о ситуации, в которой он сам кинул мне страйк без причины, и предлагая заключить мир, одновременно кидает мне еще один страйк. Чел не особо умеет в искусство переговоров, скажем так. И вот я ложусь спать, и Влад скидывает мне скриншот, на котором изображено самое жалкое состояние Черкаша, которое я вообще видел за всю эту... Черкаш в принципе жалкое состояние. Историю. Этот жалкий человечек под тем же самым аккаунтом среди ночи скидывает скрины сливов сталкер 2 в мой чат телеги с подписью «Видали новые скрины и концепты?» А делает он это, потому что, будучи загнанным в угол, делает ту одну вещь, которую он умеет. Как крысой скинуть слитые материалы, чтобы потом кинуть страйк. Жалкое зрелище. А разве это сработает? Это же хоть и в... в чате у деда? Но это же опубликовал не дед, а подписчик. По идее, должны забанить того, кто скинул. Это человек, который считал себя богом ютуба и всех соцсетей. Вершил судьбу людей направо и налево. Ощущал, что он большая шишка, которая держит всех в кулаке и перед которым должны присмыкаться. Наверное, неприятно ощущать, что нашлась рыба побольше. И я надеюсь, что мы, как сообщество, не по сталкеру в принципе, как игровое сообщество, как интернет-сообщество, проследим, чтобы подобным он больше заниматься не мог. Не позволяйте ему себя напугать. Он жалкое ничтожество. Бояться его не стоит. Мошенничество с авторскими правами это не шутка, это очень серьезное дело. И какие меры будут предприняты со стороны GSC Game World и со стороны жертв, которые настрадались за эти два года, я примерно представляю. Самый лучший сценарий это сценарий Банджи. Создатели Destiny 2 три года судились с подобным копирайт-абьюзером и в конце победили в марте 2024 года. В наших общих интересах, чтобы GSC Game World сделали то же самое. И эта ситуация наконец-то железно подошла к концу. А пока мы будем все вместе следить за действиями Нексуса и его многочисленных фейков, а также заявлениями Вестника. Если вам приходит страйк на Сталкер... Да, с лицом в лица Вилли Вонки, да? Под перев рукой. Сталкер, сразу же обращайтесь в официальные соцсети и на почту GSC Game World, получайте письмо за провержением и прикладывайте его к своим апелляциям. Также можете ссылаться на это видео, сказав, что вокруг Сталкер 2 происходит мошенничество с авторскими правами. Я представляю, у них уже, короче, в этот... Прямо на рабочем столе у сотрудников шаблонная письма ответа о том, что это не они кидали страйк. Они такие скопировать, вставить, отправить, скопировать, ставить, отправить. И чел просто... Чел, который этим занимается, просто сидит... Бля, чем я занимаюсь? Мне 50, блядь, лет! У меня спина болит. Достаточно. Но все это не могло вскрыться без Влада Локтионова, который написал ту самую статью на ДТФ. Что забавно, эту статью вкинули в паблик Вестника, и 11 января аккаунт паблика ответил, что это, цитата, статья от Эбрыгана, а затем Нексус в тот же день создал аккаунт и залетел туда в комментарии. Влад нашел большую часть из того, что есть в этом видео, и даже это лишь краткая выжимка всей ситуации. Прямо сейчас он готовит большой документ с полной историей всего, что произошло. Чтобы не пропустить, я оставлю в описании ссылки на его Твиттер и Ютуб. Также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком на все уведомления и обязательно оставляйте комментарии. А также залетайте в мой Телеграм по ссылке в описании на случай, если ситуация продолжится. Она, судя по всему, точно продолжится. И я хочу еще раз подчеркнуть, данное видео делалось не в политических, идеологических и других целях, которые часто преследуют люди и блогеры в разговорах про сталкер. Все, чего я хочу, это чтобы никакая мразь не могла помешать фанатам или не фанатам делать видео про эту серию игр и не бояться, что за это они как-то пострадают. Независимо от того, положительно они оценивают игру или отрицательно, потому что, ну, задолбало. А еще задолбали плохие актеры, которые вместо того, чтобы вывалить ситуацию на публику и наконец-то развеять мифы о каком-то там злом голубничем, прекрасно и очень комфортно чувствовали себя в роли борцов с ужасной GSC Game World. Сейчас все это выглядит довольно жалко, если честно. Ну и закончить хочется комментарием Нексуса под тем самым постом из 2023 года 11 марта с требованиями к GSC. Цитата «Преступление и наказание» и 400 с лишним лайков. Надеюсь, ты доволен. Капец. Ух. Есть еще вторая часть. Мы ее тоже обязательно посмотрим. А пока что спасибо за просмотр. И увидимся. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok